Молдова 21 Молдова 21 Молдова 21 Молдова 21 Все остальные не идеальны. Последствия данного решения есть и в позитивном плане, безусловно, есть и сложности. Но это наша типическая реакция, типичная реакция. Никогда мы не позволяли себе комментировать решение Конституционного суда, нравились они или не нравились. И с учетом того, что в прошлом также были определенные, скажем так, с моей личной, субъективной точки зрения, неожиданные решения. Многие из них мне лично, скажем так, по вкусу не приходились. Но так или иначе, это Конституционный суд. И эти решения не обсуждаются, они принимаются к сведению и, соответственно, исполняются. Единства в отношениях к этому решению в руководстве партии нет, насколько я понимаю. Потому что господин Дьяков в интервью агентства «Инфотаг» не скрывал своего разочарования, назвав Конституционный суд суперпарламентом. Я не думаю, что в этой ситуации могло быть какое-то консолидированное единое мнение. В конце концов, да, политика — это командный вид игры. И, соответственно, мы всегда действовали как команда. Тем не менее, у каждого из наших коллег есть право на свое личное мнение. Эти мнения и высказывались. Но, опять-таки, помимо, скажем так, субъективных мнений, восприятий, как я говорил, здесь есть и плюсы, здесь есть и минусы. Нужно смотреть в корень, нужно смотреть на юридические эффекты, на то, как это будет влиять на политическую ситуацию в Республике Молдова. В конце концов, народ этого хотел. Избрание, прямое избрание главы государства. Так оно и будет. Я могу здесь только отметить, скажем так, авторов, которые сделали в свое время данное официальное заявление. С политической точки зрения, безусловно, что это решение дает большой плюс в плане того, что в будущем в нашей политической системе мы более не будем сталкиваться с политическими кризисами, в связи с невозможностью парламента избранием главы государства. Конечно же, это в перспективе и в ближайшей перспективе повлияет и уже влияет на стабильность. С другой стороны, я всегда обращал внимание, что все эти месяцы, в последнее время, пока шло обсуждение в обществе, политические партии как бы подняли этот флаг и, скажем так, приносили этот пример как некий абсолют. Абсолютом он не является, потому что прямое избрание главы государства не является панацеей и автоматически от себя не решает всех вопросов. Но, тем не менее, это есть реальность, это есть решение Конституционного суда, соответственно, мы должны будем внедрять его, работать над его исполнением. Господин Андреевский, возврат к процедуре избрания президента прямым голосованием. Может ли в теории означать реанимацию ситуации 99-го, 2000-го года, периода самого жесткого противостояния между главой государства и парламентом? Нет ли этой опасности? Есть, и, может быть, даже еще в худших вариантах, чем в те годы. Потому что мы прекрасно помним, что было очень серьезное противостояние Снегура президента с премьер-министром Сангели, был известный инцидент с министром обороны, который чуть не вызвал чуть не прямое столкновение. Мы помним о тех противоречиях, которые были у Лучинского со Стурзой, тоже очень серьезные. И я, в принципе, не очень в большом восторге, что народ напрямую будет избирать президента. Сейчас объясню. Потому что, на первый взгляд, знаете, всегда хорошо идти там, где большинство. Там, где большинство, все тебя приветствуют, молодец. И всегда хорошо критиковать власть. Потому что тоже люди настроены всегда на критику власти. Так вот, понимаете, вот для меня сегодня есть определенная ясность. Если до 20 января я поддерживал только европейский выбор, но не делал между партиями какого-то выбора, потому что эти партии тащили каждый на себя одеяло, и проблемы друг на друга перепихивали. После 20 января у меня есть ясность. Есть партия демократическая, которая отвечает за состояние дел в стране. То есть есть с кого спрашивать. А вот представьте себе такую ситуацию. Вот выбирается президент не от демократической партии. Идет на выборы с популистскими обещаниями. Но у него нет большинства в парламенте, у него нет своего правительства, он ничего не может выполнить. Вы превосхищаете один из моих следующих вопросов. Он что сразу будет делать? Он будет вступать в конфликт с парламентом, с правительством, и снова дестабилизация ситуации. Поэтому я даже в последнее время пришел к такому мнению, что нам вообще не нужен пост президента. Но как бы то, что случилось, то случилось. И единственное сейчас, мне бы очень хотелось, чтобы кандидаты в президенты шли на выборы, понимая реальность своей ситуации. Понимая тот круг вопросов, который они реально могут решать. Потому что, я уверен, если пойдет с демократической партией, если пойдет с либеральной партией, если пойдет с этой платформы, которая образовалась там, социал-демократическая, то они свяжут, вот их кандидат будет очень реалистичен, потому что он знает, что реально можно сделать. Он не будет обещать какую-то манну небесную. А все остальные кандидаты, конечно, пойдут в разгул. Они все будут обещать, а потом будут говорить, да мы бы сделали, но отдайте нам всю власть в стране. Вот тогда мы сделаем. И снова будет конфликт. Господин Лупа, вопрос в лоб. Ваши президентские устремления очевидны. В какой-то степени в 2009 году они проявились. Решение конституционного суда их подстегнуло? Абсолютно ни да, ни нет, ни в том, ни в другом плане. Ни в положительном, ни в отрицательном. Я скажу почему. Но, возможно, по натуре я такой человек, что мои амбиции никогда, и мои устремления никогда не выходили за рамки, ну, скажем так, политической целесообразности, исходя из реальности картины на сегодняшний день. Посему на это решение я не смотрел с пятничного дня и не смотрю по сей день с точки зрения задуманного вопроса. Меня также мучают вопросы. Некоторые из этих вопросов Гасян Андреевский поднял. Дело в том, что люди, которые подняли этот вопрос как некий флаг, как основной политический вопрос Республики Молдова. Как панацея избавления от всего. Как некая панацея. Они людям дали некий посыл, что вот будет всенародное избрание главы государства, и все вопросы в нашей стране автоматически решатся. Мана небесная и всеобщее счастье. Дело в том, что, конечно, реальность, она очень сильно отличается. Говоря с людьми на эту тему, никто из тех, кто продвигал в последнее время эту тему, говоря А, не говорил Б, а ведь обязан был говорить Б. Речь не идет только о способе избрания главы государства. Речь идет о какой политической системе мы говорим. Есть президентская система управления, есть парламентская система управления. Я местами тоже склонялся вот к мысли, которая была озвучена Гасян Андреевским. А нужен ли нам в нашей ситуации с нашим менталитетом вообще пост президента? Но это уже другой вопрос. Не нужно отрицать, что есть в мире, есть в Европе модели парламентской политической системы. При этом, при всем, президент государства избирается всенародно. Та же сама Португалия, если не ошибаюсь, есть масса других примеров. Но нужно учитывать уровень общей культуры и уровень политической культуры, устоявшиеся традиции, нормы конституционные, поведенческие, чего, к сожалению, нужно констатировать, что у нас еще в Республике Молдова все эти составляющие не на нужном уровне. А исходя из этого, вполне возможно противостояние человека, который придет со своей позицией популистической и реалистичной. Конфронтация с парламентом очень сильно появляется здесь и играет субъективный фактор. Личность человека, если это будет человек, который очень четко будет отдавать себе отчет, в чем остаются прерогативы и права президента по конституции. Они такие широкие. Какова роль парламента, какова роль правительства. И если глава государства всенародно избранный будет действительно честен, откровенен и вести свою кампанию так, чтобы приходить с очень реалистичной, взвешенной и ответственной позицией, тогда одно. Значит, ответственность, взаимодействие с другими органами государственной власти, потому что государственная машина, на нее нужно смотреть как на одно целое. Только так оно будет эффективным. Но если это придет человек, пронизанный популизмом, и с одной только мыслью, чтобы делать какую-то политическую карьеру и вести на конфронтацию, будет не только сложно работать, скажем так, парламентом с президентом, но я думаю, что здесь явный риск, что государственная машина как-то в целом будет буксовать и не будет давать свои результаты. Тем не менее, у нас это факт. Поэтому я и сказал, что здесь есть и определенные позитивные черты, здесь, конечно же, есть и свои риски, и отрицательные черты. Мы должны будем исходить именно из этого. Что касается вообще тактик, кандидатов, мы обсуждали внутри, в партии, в руководстве, в субботу, в общих чертах этой ситуации, категорически сейчас абсолютно рано не своевременно об этом говорить. Мы должны сейчас обеспечить эффективную работу парламента правительства, мы должны посмотреть, какие изменения нужно внести, если они требуются, в рамочное законодательство страны, мы должны избрать новый состав Центральной избирательной комиссии и в кратчайшие сроки действительно обеспечить избрание главы государства с тем расчетом, чтобы все органы государственной власти, все были на местах и все работали. Вы часто встречаетесь с избирателями, вы прекрасно знаете экспертное сообщество. В развитии ваших ответов все-таки, по вашим ощущениям, за кого больше склонны на этом этапе проголосовать люди? За харизматичного кандидата, пусть с широким кошельком, или все-таки у представителя какой-то той или иной партии есть шанс? Не дискредитирована ли идея парламентаризма и парламентской поддержки как таковой? Ну я не считаю, что даже прямое голосование, прямое избрание главы государства это удар по парламентаризму в неком широком смысле этого слова. Еще раз сошлюсь на существующей практике в данном смысле, в данном направлении. Здесь все будет зависеть от наших граждан. Безусловно, что есть проблемы, безусловно, что есть проблемы в, скажем так, как смотрят люди на партии, существующие ныне, вновь формирующиеся, ушедшие в лету. Но, тем не менее, у нас другого пути нет. Парламент это один из фундаментальных демократических институтов в любой политической системе. Правительство также. Ну в данном случае вот у нас есть президентура. Важно отметить, что данное решение Конституционного суда, после того, как я внимательно уже прочитал, ознакомился, меняет только форму избрания главы государства. Все компетенции и все требования остаются абсолютно прежними. То есть, с этой точки зрения, политическая система остается неизменной. Господин Андреевский. Ну, вообще, наверное, будет такая формула. Геополитический выбор плюс популизм. Вот это во многом определит голосование граждан. Но, понимаете, на самом деле, вот один российский философ в 93-м году, когда вдруг там начали голосовать за Жириновского, и вот как бы там шло с Востока, и вот все Жириновский, Жириновский, он сказал такую фразу «Россия, ты одурела». В каком-то смысле Молдова тоже немножко сегодня одурела. Потому что появляются такие политики, такие кандидаты, которые, я не знаю, возможно ли они в нормальном, дееспособном обществе. И я сейчас не буду называть фамилию, но один мой коллега задал русским вопрос, а вам не стыдно, что вы такого подсунули нам человека? А он сказал, а вам не стыдно, что у этого человека высокий рейтинг в вашей стране? Но я хочу сказать сейчас даже о другом. Понимаете, на самом деле есть серьезные претензии к власти. Я, когда говорю власть, я говорю с 20 января. Вот по гамбургскому счету мы будем оценивать эту власть 20 января. Но претензии есть. Я сейчас просто нету времени их озвучить. По образованию, по другим вопросам очень серьезные претензии есть. Но есть очень серьезные претензии к оппозиции, потому что власть это часто пожарник. Она в этом месте тушит пожар, в том месте пожар. И там у нее такие проблемы. Хлеб, пенсия, здравоохранение, образование, оборона и так далее. Как бы голова кипит там. А оппозиция больше времени свободного. И она могла бы навязывать креативную повестку дня. Не выборы. Это уже, понимаете, выборы ничего на самом деле не решают. Вместо Пупкина 1 появляется Пупкин 2. Как менять систему? Да, иногда бывают здравые предложения. Как модернизировать образование? Это очень существенно для будущего страны. Как внедрять новые технологии? Как кадры готовить? У нас же партии ни черта кадры не готовят. У нас партии превратились в избирательные машины. То есть надо выйти на очень широкую повестку. И, к сожалению, эти темы уходят с обсуждения. Я смотрел, Александр, вашу передачу, которая мне очень понравилась, хотя она абсолютно специфическая об электроэнергии. Но мне понравилось, что вы и эксперты поднимаете очень серьезные вопросы. Но общество уходит от этих вопросов. Общество не хочет разбираться. Общество ищет очень простых решений. А, все, решаем президента, выбираем президента, и все проблемы сами... Так, все правильно. Но, к сожалению, вот знаменитый ультиматум гражданского форума, да? Ну, это же абсолютно набор фраз. Без всякого раскрытия, что они хотят. Реформу в банковской системе. Какую реформу? Политическую реформу партии. Какую реформу? То есть собираются какие-то грантоеды, политики, часто маргинальные, и навязывают повестку дня, которая иногда уводит общество от решения серьезных проблем. Поэтому, вы знаете, я очень скептически отношусь вот к тому, что мы будем выбирать президента. Ничего не изменится, если мы сами не начнем менять систему. Не людей надо менять. В Америке самые разные люди, но попадая в ту систему, они работают на страну. У нас хорошие люди, попадая в нашу систему, работают на себя. К сожалению, так и есть. Но в продолжение этой мысли я все-таки добавлю, может быть небольшой элемент оптимизма в этой всей ситуации. Да, действительно, мы сталкиваемся с определенной ситуацией существующего уровня политической культуры. Да, люди зачастую ищут упрощенные формы ответов на вопросы. Политические партии в Республике Молдова, безусловно, тем пользуются. И вместо того, чтобы влиять на общество, и поднимать реальные, существующие, комплексные вопросы, и показывать, что вообще-то простых решений этих вопросов нет. То есть, тем самым, поднимая понимание и общий уровень политической культуры. Зачастую, в основном, радикальные партии, левого или крайне правого толка, они просто используют это простейшее, порой банальное понимание, играют на этих чувствах. Вы представьте, как у нас делают политику. И последние 25 лет. Найди врага и борись с ним. Внутренний и внешний враг. Да не только у нас, я вас уверен. Это просто. И поэтому, вместо того, чтобы влиять на общее состояние дел общества, скорее всего, политические партии уходят туда, они работают с обществом. Но реализм и оптимизм, может быть, состоит в том, что... Гостин Андреевский привел пример Жириновского. Но давайте вспомним, Россия — это не единственный пример. Мы сегодня смотрим на пример Дональда Трампа. Абсолютно эпатажный политик. И где? Это в стране, где вряд ли можно считать, что уровень политической культуры низок. Давайте вспомним 10 лет тому назад, да, Румыния. Кто выходил у нас во второй тур? Вадим Корнелю Тудор. В конце концов, во всех случаях все-таки и политическая элита, и общество, интеллектуалы, люди, которые формируют общественное мнение, все-таки в конце концов просыпались, образно говоря, да, и принимались те решения, которые были абсолютно необходимы для стран. Я очень надеюсь, что вот это сложный момент, о котором мы сейчас говорим. Потому что может прийти популист, может прийти человек, который будет нести полную ахинею, но будет симпатичен именно сквозь эту ахинею. Тем не менее, может быть, это поднимет уровень ответственности и работы политических партий. Приоритеты парламентской деятельности в этой сессии. Какие законопроекты не терпят отлагательств? Я думаю, что картина абсолютно четкая и ясная. Есть ряд наиважнейших реформ, трансформаций, усилений, скажем так, руководства государством на ведение порядка в разных областях. Мы уже начали эту работу в парламенте по подаче правительства. Целый ряд законопроектов, которые годами не продвигались. Буквально на первых заседаниях парламента они были обсуждены и приняты. Это и вопросы юстиции, реформы юстиции. Это вопросы реформы прокурорского надзора, как общая система. Принят закон во втором чтении. Это уже в условиях нового закона, безусловно, назначение после публичного серьезного конкурса на пост генерального прокурора. С другой стороны, мы приняли целый пакет законов, которые касаются консолидации банковской системы. В банковской системе ситуация на сегодняшний день под контролем, она спокойная, четкая. Но, безусловно, с учетом прошлых, не очень приятных неких таких событий, данные законы призваны действительно наладить порядок, четкость для того, чтобы избежать в будущем очень неприятных ситуаций, которые были в прошлом. Безусловно, на внутреннем плане это все, что касается экономики. Это энергетическая система, финансово-банковская, я отметил. Это вопросы бюджета, принятия бюджета и налоговой политики. С одной стороны, это важнейшие инструменты для стимулирования бизнеса, в частности, именно в этих непростых условиях, не просто в Молдове. Экономика страдает во всем регионе. И в России аховая ситуация экономическая. На Западе тоже очень сложная ситуация из-за этого огромного политического противостояния и взаимных санкций. Молдова посередине, как бы между Чоканшин и Ковалы. В этих условиях в особенности требуется дерегулирование, очень четкие правила игры, упрощение. Мораторий мы ввели на контроле, на проверке. При этом, при всем, жесткий подход по борьбе с коррупцией, по борьбе с контрабандой и по борьбе с налоговыми преступлениями. Я не буду сейчас оперировать цифрами, но уже смотрим на состав правительства, очень сильно, очень явствует элемент технократичности. Это профессионалы, которые взращены были не на политической волне партийной работы, а именно в своих министерствах они сформировались как профи. По оценкам того же самого Министерства финансов, при ликвидации абсолютно всех существующих до сих пор схем контрабанды, есть очень хорошие возможности увеличить существенно. Я не буду сейчас цифрами оперировать. Это доля премьер-министра, его отчета. Но очень серьезно. Поступление доходов. Это важно. Переговоры, я имею в виду бюджетных доходов. Переговоры с МВФ. Мы, к сожалению, подходим к финалу нашей беседы. Я бы хотел попросить каждого из вас под 30 секунд какое-то оптимистичное послание. Значит, первое, что я хочу сказать. Мне нравится, я повторяю, есть критические замечания к власти, но это требует более длительного разговора, что власть начала создавать институты, которые могут работать независимо от людей. Это и прокуратура, это и национальный банк, это борьба с коррупцией и так далее. Это первое. Второе, что власть повернулась лицом к людям. Вот эти социальные программы, которые годами ничего не делалось, они запущены. Худо, бедно, да, очень мало, пенсия 10% это мизер, там пособие на детей мизер, но это шаг вперед. И третье, власть повернулась лицом к бизнесу. И мне бы хотелось, чтобы вот это именно развивалось. На последнее надо обратить внимание, потому что, и последнее, нужно открывать новые окна возможностей для развития страны. Я думаю, что вот эти темы должны стать, ну, постоянными в обсуждении между политиками и экспертами, потому что только это может открыть что-то новое для Молдовы и дать толчок вперед. Господин Луб. Очень коротко. Время пустых деклараций и политических заявлений в прошлом. Москва слезам не верит. Сегодня этап конкретных дел. На этом и нацелены конкретные дела, эффекты, результаты для людей, для их жизни. Я думаю, что это единственный критерий оценки. Не могу пройти очень коротко, что во внешнем плане у нас приоритеты и реализации соглашения об ассоциированности, при этом при всем нормализации взаимоотношений торговых, экономических, политического диалога с восточными стратегическими партнерами. Это и вопросы переговоров по Приднестровскому, Приднестровской проблеме. На этом остановлюсь, потому что хотелось бы последние секунды использовать на очень приятные события, все-таки завтра 8 марта. Завтра 8 марта. И хотелось бы пожелать всем дорогим женщинам в Республике Молдова, бабушкам, мамам, сестрам, дочкам, коллегам простого женского счастья, любви, тепла и взаимопонимания со стороны ваших мужчин. В нашей семье это особый день, 8 марта, день рождения моей жены. Поэтому не могу себе отказать в удовольствие, просто сказать, Викуля, милая, с днем рождения, любимая. Это было очень трогательно. Спасибо вам за эту беседу. Вы смотрели программу «Молдова-21». Не пропустите очередной выпуск программы «Фабрика», где продолжится обсуждение перспективы прямых выборов президента. До завтра.